Потому что меня называют «Тарисманом», если я снимаюсь, значит, всё в порядке. Это шутка. Я хочу сказать, что сегодня я получил большую удовольствие от литературного сценария, от режиссёрской трактовки, и меня сегодня порадовал артист театра и кино, артист наш, питерский, имя его Михаил Парич. У нас есть время просто на вопросы. Самое интересное, это то, что вы только что посмотрели картину. На самом деле, некоторые даже создатели фильма, может быть, посмотрели этот фильм. Сегодня первый раз на большом экране. Если назрели вопросы, если есть что спросить, то можно воспользоваться этой возможностью. Пожалуйста. Или я задам. Задавайте. Отлично. Давайте, подождите, перед вопросом ещё такой момент. Есть ли у кого что сказать без вопросов? По итогам показа. Отлично. Можно вопрос? Как снимали? Прыжки эти субъекты? Попробовали по-настоящему. По-настоящему? По-настоящему. По-настоящему? По-настоящему? Все съёмки. Все съёмки. Все съёмки. Всё летит рядом. Витали, плавали. Опять, хлопушка сначала вылетает. Полный отчёт сеткуминированных съёмок. Полный. Просто денег не было. У меня замечание своей категоричностью и дурным характером. Кундышева, да. — Что я хочу сказать. Мне очень понравилась игра Михаила Павличенкова. Он, конечно, продолжает свою линию таких вирических, тонких, неуклюжих, немножко героев. Это прекрасно и вообще замечательно. И все-таки, значит, первое, мне кажется, что чувство меры здесь изменяет создатель фильма. Надоел Стоянов, который жует. Он не смешно, он надоедает. Уже пусть он вернулся от этого всего, от этого жили. Это их еды, царелок и бесконечно. Почему? Зачем? Мы уже знаем, что это такое. И уже не возможно. Второе. Вы знаете, что? Чувство меры и вкусы немножко изменяет. Когда мужики, ваши двое героя, стоят в туалете и перебят эту фотографию, это все равно, что плюнуть на старинную картину с плевком. Вот это в кардинах неприятно. С микробами мочи это потом все ассоциируется. Это нехорошо. Это невкусно. Это стратегно. Или не надо было фотографии вставать в туалет. Она после этого ведет заботу про всему фильм. Или кто это героинь ассоциироваться с мочой, с туалетом. А теперь я хочу просто, зная, что сценарий находится в Израиле, я хочу поклон сделать, я думаю, какой глагол тут? Геннадию Алексееву. Если кто-то знает, это писатель, умерший в 96-м году. Посмотрите в интернете. Роман «Река, зеленая река», в котором, помните, да, герой преследует образ Анастасии Вяльцевой, где он встречается в городе мистической с ней, перешает ей судьбу и сам безумно влюбленный и трагически кончается. Вот это все меня очень спутило. Все. Все, это краткая рецензия. Очень быстро. Зачем в туалете была фотография? Все, вон, вон, хорошо. Ответ? Почему в туалете стояли? Если ответ... Понимаете, в чем дело? Ответ будет очень сложный и долгий. А где ее он должен будет показать? Да, мы знаете... В этом рождается режиссура. Она, может, не нравится, нравится, но это есть режиссура. Мы просто в связи с недостатком режиссера в отечественном кино отвыкли от режиссура. Просто у каждого что-то свое запомнилось из фильма. У кого-то какие-то отдельные эпизоды. Может, у кого-то более... Я говорю про концовку. Почему Гарина, а не Изюмова? В конце Изюмов... Ваш персонаж, он ушел от Изюмова и пошел спасать Гарина? Вопрос ответный. Финал. Вопрос ответный. Спасибо. Я не знаю. У нас есть время на один вопрос. Если есть вопрос, мы хватит руку... Извините, пожалуйста. Здесь была чуть раньше... Я постараюсь коротко, может, вы еще успеете. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо. Я впервые на такое мероприятие. низкий поклон. У меня были цветы для пары, девушки, ну ничего, если я вам поделю попал. Спасибо большое. Прекрасная игра, и пока я буду нести вам цветочки, у меня такой вопрос. Название «Тень» — есть ли там смысл, линия, сюжетная линия любви женской к мужчине, потому что ведь ваша героиня и героиня Михаила Пареченкова, вот жена, которой актриса играла роль, ведь они были тенью своих мужчин, от которых, по сути, ну они готовы были отвернуться. Есть ли в названии фильма и в сюжете такая линия? Вы не хотите. Мне кажется, да, вы сами отнесли на свою бабку. Так она может быть, но я ее как среди дневного субтитра. И что она прощала? Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, есть второй вопрос. У меня вопрос от Дмитрия Казарову. Как вы трактуете этот жанр? Ого! Тише! АПЛОДИСМЕНТЫ И второй вопрос. Как дело выходит на экран? Какой? И третий. Большой, большое спасибо. Теорам, высшеньким паречникам, всем девушкам. Вот крайне вообще я в нее влюбилась. АПЛОДИСМЕНТЫ И очень-очень хорошая работа от Дмитрия Казаровича. Не знаю. На вопрос единственный. Вернее, два вопроса. На вопрос о прокате этого фильма я вам ничего пока конкретно сказать не могу. Есть некая фирма прокатная, которая выказывает некую заинтересованность. Пока ничего больше. То, что касается вопроса про жанр, я его определяю. Мы можем определить жанр нашей жизни. В ней слезы и улыбки, драмы и комедии. И вот это наша жизнь во всем его странном, противоречивом состоянии. Спасибо большое. И в этом ответе я хочу сказать, что в этом ответе есть ответ на первый вопрос. Будет ли прокат. Хочет ли наш зритель видеть свою жизнь на экране? Да. Кто, значит, хочет или не хочет? Мы вынуждены все же отдираться на мнение зрителей. Зрители-то чуть моложе ходят в кинотеатры. 15-15 лет, и они не хотят смотреть так. Слава Богу, значит, мы ошибаемся. Андрей, ты не прав. Хочет зритель видеть городок БДТ, и не хочет. Конечно, не хочет. Но надо. Видите, где-то они смотрят. Я, к слову, сейчас в прокате был отечественный фильм. Время первое. И я ходила на него. В соседнем зале шел форсаж очевидной. Я хочу сказать, на мониторе одинаково было выходной день зрителей. Там и там. Это было тоже правитая. То есть не все ходят на форсажках, по сути. Ну, время первого канала из той же категории. Ну, оно русское. И это уже достижение. Между прочим, Миронов спросил не ходить по форсажам, а ходить на первого канала. Это тоже, знаете, значит, силы так себе он наценивался. Поэтому, на самом деле, нет. Большое спасибо за фильм. Мы тоже так случайно, относительно случайно оказались. Соответственно, вот Михаилу большое спасибо, что он снимается. Снимается в таких фильмах. Да. Чтобы вы его пригласили. Спасибо. Последний вопрос. Очередной последний вопрос. Я смотрю, я тороплюсь специально, чтобы мы что-то успеем. Да, пожалуйста. Вы прочитали сценарий. Что вам там понравилось? Ну, чем зацепило? Вы знаете, у меня общение с Дмитриевичем сразу цепляет. До прочтения сценария, после прочтения, во время работы. Я понимаю, что девочки могут сразу согласиться. А вы? А я соглашаюсь с вами, потому что я давно с ним работаю. И работа с настоящим большим мастером меня всегда цепляет. Вне зависимости от сценария. Я понимаю, что как бы там ни было написано, что в результате это выйдет творческая, большая, серьезная работа. Все остальное меня не волнует. Скажите, по мнению составителей, а каков идеальный зритель для вашего фильма? Какого бы зрителя вы хотели бы, чтобы он наполнил зала, когда дай бог он видит? Любой? Вот вы видите зрителей. Нет, но здесь очень разный зритель сидит. Во всей видимости, это и есть ваша фирма. Спасибо. Спасибо. И вот там еще был вопрос, да, извините, да. Ну, правда, я хотела тоже вступиться за вот эту сцену. Ну, в туалете показывали фотографию актрисы снимаемого кино. Мне кажется, что это как раз указывает, что такие тонкие вещи, они сейчас решаются в таких не очень удобных ситуациях. По-моему, это очень обратный ход. А вот меня немножко смутило, когда главный герой со своей женщиной занимался сексом. Чудесная сцена. Ну, потому что очень интересственно раньше, вот, когда говорили про любовь или еще что-то, как бы вот это не показывали. Сейчас во всех фильмах, вот, просто вот без этих движений вообще иногда они обходятся. Но если их убрать, ничего не потеряется. Может быть, это вот эти же отношения показать таким образом. Спасибо большое за комментарии. У нас есть еще... Извините, пожалуйста, подождите, не выкрикивайте, молюсь, зала. У меня вопрос к организаторам, к властителям этого кинотеатра. У вас есть еще время на вопросы? Или нам нужно сказать? Давай три вопроса. Еще есть время? Отлично. Следующий вопрос. Ставьте, пожалуйста, актриса, которая играла учительницу, она снимается еще где-то? Нет, это ее первая роль. Она вообще из Челябинска. Из Челябинского театра много лет назад переехала в Питер. И, в общем, благодаря Галине Пушковой, режиссеру по актерам, который мне помогал в подборе, мы ее, в общем, открыли. Не моровец. Да. Не моровец. Не моровец, у нее сложная фамилия. Это ее первая роль. Они похожи к главной героиням. Еще вопросы? Похожи к главной героиням. Да, просто я минутечка. Да. Спасибо. Есть еще вопросы? Можно я задам? Да. Вопрос такой. Я смотрел второй раз картинку. Первый раз мы смотрели на премьер-выборнест. И в этот раз многие вещи, я бы, на самом деле, кому-то даже посоветовал посмотреть второй раз, многие вещи вскрываются по-новому. И бросилась особенно разница между городской средой и средой отсутствия этого города, отсутствия мегаполиса. Такие устрашающие звуки, картинки, и черно-белая картинка в том числе, противопоставление заброшенной военной части, противопоставление городу, противопоставление какой-то тюрьмы и территории около нее, противопоставление метро и городской среде. Вы живете в Комарово, как вы сказали. Вначале я читал ваше интервью про ваше детство, как раз про этот домик Комарова, как он появился. В чем вопрос, на самом деле, обширенный? Считаете ли вы таким образом, что вы хотите сказать этим противопоставлением? Является ли городская среда, среда мегаполиса, среда современной, активной жизни, враждебной человеку? Ну, она абсолютно бездушная. Эта среда абсолютно бездушная. Если вы обратите внимание, то мир главного героя выстроен так, что там нет ни одной вещи. Серые стены, какая-то редкая мебель. Это мертвое пространство. Человек, который живет в мертвом пространстве. А пространство его учительницы, вот это маниериское, изобилующее какие-то деталями, старыми вещицами, за каждой из которых исходят. Ну, священно. Вот это, я бы скорее противопоставил вот эти две фото. Такой бездушный минимализм против какой-то домашнего большого количества деталей. Да, да, да. Вот так. Оставайтесь, сколько ты после третьего просмотра вопросов. Да. Можешь мне сказать, я думаю, что заключение будет, но я хочу сказать на полном серьезе, и, наверное, вы меня поймете. Так случилось, что за последние пять дней, работая на следующей театральной гостиной Рудержа Фурману, у нас в театре Мирона на канале «Самбит и Рома», я посмотрел три картины великого кинорежиссера Иосифа Ильича Щепинца. Это «Подсудимый» с Роланом Быковым, и кинокартина «Дама с собачкой» подалом и Иосифовиной, и кинокартину «Плохой хороший человек» Максакова, потому что у меня были герои Максакова, завтра будет Санаев и так далее. Я, вынужден, был еще рад посмотреть картину. Родные мои, дорогие люди, сын Щепинца, Митрия Святозарова, продолжает эту умную, настоящую кинорежиссу сумму. Браво! Приходите на коктейль «Бар Юни».